Добрый день! На календаре вторник, на часах 19.45. Это значит, что настало время спорта. С вами Андрей Горгуленко. Шахматы на льду. Так неофициально называют керлинг. Игру для настоящих стратегов, где нужно с математической точностью ставить свои камни в цель, а чужие выбивать подальше. Эта игра стала постоянным участником Олимпиады с 1998 года. Где и когда зародилась игра? С чего начинается обучение? И какую особенность имеет ледовое покрытие для керлинга? Об этом мы поговорили с президентом Самарской областной федерации этого вида спорта. Наша съемочная группа отправилась в обновленный дворец спорта, чтобы поближе познакомиться с историей и настоящим этой загадочной игры. Мы находимся рядом с президентом федерации керлинга Самарской области Виктором Богатовым, который нам сейчас поможет узнать, пока мы идем на ледовую арену, что же такое керлинг и какой вообще появился такая загадочная и интересная игра. Добрый день! Корни этой игры уходят глубоко в Шотландию. То есть керлинг зародился в Шотландии в 1511 году. Игра зародилась фабрикантами, и семьи выходили на озера и играли в керлинг. Но керлинг потом перерождался, перестраивался, и сейчас мы видим совершенно уже другой инвентарь, другие профессиональные камни, другой лед, который более подходит для проведения чемпионатов мира, олимпийских игр. И, конечно, сам, так сказать, дух керлинга, он также и остался, придя с 1511 годов по наше время. Сам Виктор Богатов свою спортивную карьеру начинал в плавании, но увидел керлинг и загорелся идеей развивать его в Самаре. Он рассказал о первых шагах и развитии областной федерации. Я сам, как руководитель Федерации керлинга Самарской области, заболел этим видом спорта еще в 2006 году. Видя, слава богу, тогда были интернет-трансляции, увидел Олимпийские игры в Турине. Также мы неоднократно, ну раз шесть выезжали в Сочи, нам предоставляли возможность перенимать опыт, самим тренироваться. Постепенно-постепенно мы обрели этот опыт и уже начали набирать детей. И нашей Федерации сейчас шесть лет. При всей внешней легкости и воздушности на телеэкране керлинг требует немало сил. И я на своем примере почувствовал, что нужна серьезная подготовка, чтобы отправить камень точно в цель. Давайте сейчас попробуем... Стойку, да? Да, основную стойку керлера. Да, в керлинге есть правшие, есть левшие. Поэтому садимся на опорную ногу, то есть вы левша, садитесь на правую. Я правша, сажусь на левую. То есть должно быть вот такое положение. Икроножная мышца должна соединиться с мышцей бедра и создать единый рычаг мощный. Стопа должна быть под вами, практически пятка под ягодицей. Сидя пружине, да, мы растягиваем паховые мышцы. И основное положение можно наклониться еще, представив, что у вас в руке камень в левой, а в правой у вас будет щетка. То есть посидим по пружиням, да, и потом это все перенесем на лед. Это нам очень пригодится для выката и балансировки координации движения. Инвентарь, экипировка для керлинга, она такая специфичная. И как бы не вот в массовом доступе. Поэтому она и дорогая, вот. И она, естественно, есть профессиональная, есть любительская. Так сказать, мы используем заменитель обуви для начинающих. Это слайдер. Это тефлоновое покрытие, только оно небольшое. Это как раз и будет ваша обувь на время тренировки. Есть профессиональная обувь у керлеров, да. Это баланс плюс, она дорогостоящая. То же самое тефлоновое покрытие, только она толстая, 8 мм. С отверстиями для завикрения как раз спортсмены на ней скользят. Для того, чтобы в тот момент, когда не нужно скользить и держаться комфортно на льду, есть галоша. То есть антислайдер одевается и ходишь спокойно, как по грубо полу. Давайте мы сейчас небольшой экскурс для, так сказать, начинающих, чтобы себя почувствовать комфортно, почувствовать лед, как вы ведете себя на льду, почувствовать, какие группы мышц работают. Поэтому сейчас упираемся левой рукой, берем вы правой, так как вы Леша, ниже к щетке, ниже головки. Правой ногой толкаемся, на левой скользим. Да, ноги должны быть полусогнутые, потому что на прямых ногах это делать неудобно. Камни ставим перед колодкой, все то же самое. Поднимая таз, отвозим ногу, толкаемся и выкатываемся. Профессиональные спортсмены на камни не упираются, они придерживают их как пушинку. Но для начинающих, конечно, это тяжело. Вытягиваем руки вперед, упираемся на них, да. Хорошо. Камни шотландские, комплект камней 16 штук. 8 с красными ручками, 8 с желтыми. Ручки могут быть разных цветов. Белые, синие, это для того, что одной команде камни с одним цветом ручки, другой команде с другим. Камень весит 19 килограмм, 960 грамм. В данном случае у нас профессиональные шотландские камни, которые добываются на острове только в Шотландии. Камень у нас скользит не по всей плоскости, а он имеет вот такую каемочку, как у блюдца. Ее затачивают специально, и при вращении камень как раз цепляется за этот пэбл, замерзшие пупырышки, и совершает продвижение как раз по пэблу и сваливается, либо держится. Камень всегда перед колодкой, четко в руке. Поднимая таз, отводим ногу, выдвигает опорную ногу и плечи, одновременно вытягиваем руку вперед и как будто догоняем камень. На щетку упираемся, пусть на камень. Да, прижимаем, прижимаем к тазу, к тазу. Показываю второй вариант. Привыкайте, просто упираясь на щетку. На щетку упираемся, упираемся. Хорошо, молодец. Давайте перейдем к тоже немаловажному моменту, для чего нужна щетка во втором случае для керлеров. Щетка нужна для свиппинга. Так называемое натирание пэбла быстрыми и сильными движениями. Давайте сейчас попробуем, что такое свип. Вы свипуете. Так вот ощущается свип. Камень могут свиповать, свипперы от хоглайна. Все, достаточно молодцы. Камень приблизительно скользит от хоглайна до хоглайна 13,5-14,5 секунд. При профессиональном свиппинге сердцебиение у спортсмена достигает 180 ударов в минуту. То есть это вы представляете, да? Это как у спринтера на 100 метровку. Поэтому 2,5 часа свиппинга во время соревнований. Там вы можете представить, какую работу проводят спортсмены в течение соревновательной одной игры. Сам зал во дворце спорта, по словам Виктора, уже сейчас готов принимать соревнования мирового уровня. Здесь есть все необходимые атрибуты. Сейчас вот мы находимся во дворце спорта, который был открыт в конце 21 года, в октябре. Это профессиональная площадка, состоящая из четырех дорожков. А сколько вообще таких вот площадок, специализированных в России? Я так понимаю, что их не так много. Ну, давайте начнем пока не с России. Я могу сказать, что в ПФО наш объект является единственным. И по России тоже не побоюсь сказать, что наш объект входит как минимум в тройку сертифицированных объектов для проведения всероссийских соревнований. Особое внимание уделяют льду, ведь это должно быть не простое покрытие, а со специальным напылением из маленьких льдинок, благодаря которым и контролируется движение камня. За все время работы Федерации самарские керлингисты добились немалых успехов на российском уровне. У нас, ребята, юноши добились третьего места на первенстве России до 19 лет. Юниорки до 22 добились два раза четвертое место на первенстве России до 22. Занимали также четвертое место на спартакиаде, десятой зимней спартакиаде учащихся. Ну и также девочки в конце того года, в ноябре, заслужили своим результатом, то есть заняв четвертое место, участие на уже 11-й спартакиаде, который состоится в ближайшее время, в марте. После обучения основам игры я попробовал себя и на свипе, и на броске камня. Да, вот, свип, свип, как раз сейчас нужен свип, да. Все, 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 ждем, ждем, а то можно пересвиповать, и камень выйдет. Все, ну, отличный бросок. Ну, практически, да, графмейстерский. И толкайте сильнее, да. Во, хорошо, хорошо, только аккуратней. Видите, как он сваливает по траектории? Вращение хорошее. И всегда контроль за камнем. Ну, все, тоже отлично. Видите, как тренировка прошла успешно. Ну, что ж, мы практически поставили камни в дом. Практически я выполнил точный бросок. Спасибо вам за тренировку. Желаем удачи вам и вашему клубу, и надеемся, что увидим самарских спортсменов на Олимпиаде. Спасибо вам огромное за продвижение нашего вида спорта. Ну, и, естественно, вы выполнили задачу, вы поставили камни в дом, но чуть дальше от кнопки. Ну, мы будем тренироваться и достигнем нужного результата. Для тех, кто заинтересовался этой сложной технической игрой, наша рубрика «Твой выбор». Зимний вид спорта, олимпийский, параолимпийский, керлинг, также может предложить для вас и ваших детей занятия и в дальнейшем стать профессиональным спортсменом. Если кто-то, к примеру, по возрасту не может этого достичь, у нас существует любительский керлинг-клуб «Айсберг». Поэтому приходите всей семьей, занимайтесь, и, по крайней мере, вам будет обеспечен здоровый образ жизни. Лед и низкая температура в помещении помогают голове оставаться холодной. А вот чтобы сердце и тело было горячим, для этого нужен чемпионский ингредиент. Я всегда выпиваю чашку кофе, ободряюсь этим. Естественно, также спортсмены берут с собой прямо на соревнования небольшие там фляжечки, термосы, наливают туда себе либо какао-напитки, либо чай. Заряжаюсь этими напитками во время соревнований, во время игры, когда предоставляется время. Далее в выпуске. Коротко о спортивных новостях города и региона. Волейболисты «Новы» продолжают бороться за победу в чемпионате России высшей лиги А. В финальном раунде после первого круга у «Волжан» семь побед и одно поражение. Единственную неудачу «Новы» потерпела в домашней игре против одного из прямых конкурентов – МГТУ. В четвертом туре команды обменялись победами. 3-1 победила «Новы», а затем «Москвичи» 3-0. Новоклубы «Шевцы» возглавляют турнирную таблицу. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» снимается с розыгрышей Суперлиги и Кубка России сезона 21-22 в связи с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе. Соответствующим письмом клуб обратился в Ассоциацию минифутбола России. В оставшихся матчах клубу «Динамо Самара» будет засчитано техническое поражение со счетом 0-5. В Суперлиге команда успела провести 20 игр, в которых одержала 8 побед и один раз сыграла в ничью. И занимала 6 место. А в Кубке России самарцы вышли в полуфинал, где должны были сыграть против Синары из Екатеринбурга. В Москве завершился Кубок России по современному пятиборью. Представитель Самарской области Александр Липанов в личном турнире стал победителем. Командный турнир также завершился триумфом самарских пятиборцев. Сборная региона стала первой, уверенно обойдя соперников из Нижегородской и Ростовской областей. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи!